Всем-всем привет, с вами Кейн, и сегодня мы продолжаем проходить Fable 3. В прошлой серии мы... Ох, чем мы занимались в прошлой серии? Просто... Ты получаешь дополнительные предметы одежды. Замечательно. Ну, как бы так объяснить, чем мы занимались в прошлой серии? Надевали, в общем, костюм цыплёнка и занимались всяким непотребством. Вот что мы делали в прошлой серии. И также спасли девочку в образе шотландца вот этого. Хотя здесь этот костюм называется горцем. Но, неважно. Давайте для начала переодеемся. Женский костюм горца, но мужской. Давайте какой-нибудь нарядик поинтереснее выберем. Так, тут что-то было новогодний. Там только шапочка. М-м-м-м. А чтоб нам одеться? Кираса рыцаря. А давай. Давайте всё-таки маленько походим в эту кирасу рыцаря. Она выглядит более чем странно. Да ладно. Выглядит удобным, да, определённо. И давайте попробуем его покрасить во что-нибудь. Какой-нибудь такой цвет интересный. То на что вот? Это у нас зелёная краска, красная краска, синяя краска, ярко-розовая краска, бирюзовая краска, чёрная, наверное. Так, давайте попробуем покрасить в синий цвет этот костюмчик. Так, волосы нет. Меня не интересуют волосы. Костюм я хочу покрасить. Низ отдела, обувь, руки вверх, отделка вверх. Могу я тебе покрасить? Оу. Нет, и не совсем то, что я хотел сделать. Так, отделка мы украсим, да? Да. Эээ, не-не-не-не-не. Хотя, погоди-ка, волосы, оттенок. Нет, волосы пускай останутся старые. Голова. Блин, странно, конечно, теперь эта хрень выглядит. Ещё хуже, чем было. Давайте вернём изначально цвет. Ладно, потом поиграемся с красками. Ох, я так шуметь, что ли, буду? Окей. Ладно. Шуметь, так шуметь. Да есть у меня дела, Джаспер. Не приставай. Какой-то прям громозег, знаешь. Так, у нас много новых подарков. Оу. Прощение. Молот. Татуировка дыхания дракона. Полный набор. Замечательно. Меч-зеркало. Чем он отличается от нашего? По-моему, точно такое же. Может быть, там характеристики другие. Татуировка кристалл. Полный набор. Чемпион. Опять-таки, молот. Татуировка. Ну, остальные подарки потом откроем. Пускай останется интрижка. Так, как обычно, Джаспер. Так, давайте вернёмся в Альбион. Что мы тут делали? А. Ну. Посетите свой новый дом. Что? У меня есть дом? Охотничий домик. Посетите свой новый дом. Ну, хорошо. Посетим. Я не покупал, правда, дом. Нет. Я точно не покупал дом. Я просто вспоминал, чем занимался в предыдущих сериях. И нет. У меня не было такого момента, чтобы я купил дом. Что мы сделали? Так-то спасли девочку, собственно. Привели её к матери. А потом... Потом-потом-потом. Открыли там сундук. Перевели каких-то птиц, которые на нас нападали. И всё. А про дом ничего не было. Ну ладно, пойдёмте посмотрим. Может быть, нам кто-то его подарил. Ох, этот пацан, конечно, который ест крысу в шоколаде. Мне всегда... Ладно, не важно, что он со мной делает, но мне хочется... Ладно, не важно, о чём мне хочется. Так, волки. У меня с вами разговор достаточно короткий, ребят. Сюда и назад и стреляй. О, давайте реально назад так постреляем. В фейбле третьем, кстати, броня, это... Ну, это всего лишь внешность. То есть этот железный костюм у нас никак не защищает, не повышает нашу незащиту, неподвижность уменьшает, ничего не делает. Это просто... Новая внешность. Жуткое какое-то место тут ведь развивает. Ай-яй-яй. Мазать не стоило, знаешь. Отлично. Железный охотник. Слушай, а может мы телепортнёмся? Чё-то мне кажется, что далеко нет. Где нам дом подарили? Морская долина. Ладно, не важно. Давайте пешочком пройдёмся. Не запомнил я локацию, в которой... У нас теперь домик есть. Опять волки. Да что ж такое? Не подходи. Не стоит. Шурик вообще не хочет намагать, кстати, или бороться с этими волками. А, ну он загрыз одного. Молодец. Хороший пёс. Подземный тайник. Ну? И где? Тут? Реально, железный дровосек какой-то. А не герой Альбиона. А, что это такое? Лысый ужас. Находясь в убежище, в гайдеробной можно менять прически. А, это прическа. Господи. Лысый ужас. Отличное название. Для прически. Ничего не сказать. Блин, ну из этого звука, когда мы ходим, то есть как будто ходит какой-то робот, мне уже хочется сменить этот костюм. Волк. Да сколько у вас там их? Там целая орала, слушай. Всё? Отлично. У нас, кстати, ружья не прокачаны. То есть, даже на единичку. Это минимальный урон от ружья. Куда мы вообще идём? Светящийся след. Куда ты меня ведёшь? Шурик. Всё хорошо? Всё более-менее вроде. Подземный тайник. Окей. Кстати говоря, мы столько всяких камней откопали и прочей ерунды, которые нам бы стоило продать. Но чё-то пока торговца ни одного не нашёл. Которым можно было бы вещь портёхнуть. Тысяча золотых. Круто. И, кстати говоря, насколько я помню, когда я проходил Fable 3 первый раз. Первый, кстати. Единственный. Я ни разу ничего не продавал. Здесь можно вообще пройти игру, не пользуясь торговцами. Хорошо это или плохо? Ну, решать, конечно, вам. По-моему, плохо. Так, не подходи ко мне, волк. Ствол и слава. Пятьсот. Воу-воу-воу. Куда ты мне поёл? Шурик? Шурик? Что такое? Что с тобой не так? Ага, понял. Изумруд. Изумруд. Обычно драгоценный камень. Можешь продать, ну и бла-бла-бла. Понятно. Всё как обычно. Так, где светящийся след? Вот он. Сюда? Сюда? Реально? Кто ты меня ведёшь вообще? Дорожка светящаяся. Ты, по-моему, заводишь меня в какую-то непонятную глушь, в которой меня хотят наверняка убить. Охотничий домик. Вас жди и последователи. Собери ещё десять, чтобы привлечь на свою сторону народ яснодолго. Замечательно. А куда я пришёл? Этот дом, что ли? Дом, который мне подарили? Подземный тайник. Шурик? Шурик? За забором, видимо. Ну, пошли сюда. Деньги. Семьдесят пять монет на заднем дворе. Понятненько. Это наш дом? Серьёзно? Мне его просто взяли так и подарили? Владеец, плеер один. Да, действительно, стояние сто процентов. Нахера себе домища, конечно. Нажмите А, чтобы постучать в дверь. Если тебе по душе вандализм, то отключи режим безопасности, нажав вниз на крестовине и выбей дверь, нажав X. А, мы могли выбивать дверь, отключив безопасный режим. Окей, я учусь. Так, ладно, погодите-ка. Дверь подождёт. Сокровище. Где сокровище? Шурик. Мне кажется, стоит пробежаться вокруг этого дома. Наверное, здесь много чего спрятано. Много чего интересного. Вполне возможно, даже есть серебряный ключ. Или там, или ещё что-нибудь такое. Или золотой даже. Шурик. Шурик. Да, вот сундук здесь есть. Укромное местечко, опять-таки, такое для сундука. Любят они прятаться сундучки. 750 монет, слушайте. Мы богатеем прям не по дням, а по часам. Помните, в одной из первых серий я там вообще по две монетки собирал из этого. Из каких-то шкафчиков. А здесь прям по 700 монет, по 1000. Шурик, где тебя вообще носят? Подвижимость всегда в цене. Хорошо. Подземный тайник. 75 монет. Так, ладно, давайте уже зайдём в дом. Реально интересно, что это за хижина. Что там есть внутри. Тут есть сундук прям сразу на входе. Круто. И обставлен, кстати, так, довольно небедно этот домик. Что у нас тут? аврарианские мужские сандали. Этот предмет одежды непонятно, в гардеробной будут. Аврарианские, аврарианские, аврарианские. Понятно. Слушайте, я не помню, чтобы в оригинальном фейбле третьем риксир боксера дай этот риксир своему псу в убежище, чтобы волшебным образом изменить его породу и внешний вид. Окей, спасибо. Знаете, что я не помню, чтобы в первом, о, в первом говорю, в оригинальном фейбле 3 в начале игры, тем более, нам дарили вот такой вот нехеровый, откровенно говоря, домик. По-моему, это что-то уже опять-таки из DLC. Сейчас у меня стоит фейбл со всеми DLC-шками. И мне кажется, это как раз-таки одно из дополнений. Возможно, с этим домом связан какой-нибудь квест интересный. Стоп, что? Использовать. черничный пирог, сев это ты значительно повысишь уровень здоровья. А, но помни, что это довольно жирная пища. Если будете понадобиться еда, появится она. Давайте возьмем, почему нет. Будем опять-таки в конце игры толстяком, как обычно. Нам не привыкать. Хе-хе. Так, ладно, что на втором этаже? Олень и рога. Женский ночной костюм. Колпак. Окей. Так, давайте вам что-нибудь домашнее надеемся. Этот костюмчик у меня реально уже столбал. Да-да-да. У меня есть несколько новых шуток. Эти, которые сделаны дроссингом легко. аврарианский мужской костюм. Это как раз-таки тот костюм, который мы нашли в этом доме. Выглядит, быть честным, ужасно. Так, ладно. Аврарианский женский костюм. Что-то у меня вся одежда, знаете, такая довольно странная. Давайте пока оденем, наверное, костюм принца. О, нет. Погоди, погоди. Голова. Раздеть я хотел, снять ее. Как ее снять? Удалить. Вот, вот так лучше будет, пожалуй. Да ты что, каждый может так одеться, но это немного бесчестно, по-моему, нет, если каждый может так одеться. И давайте покрасим, наверное, костюмчик наш зеленый, синий, розовый. Давайте в красный его покрасим. Это же красный? Вот, где-то вот такой яркий, яркий красный. Вверх, волосы нет, просто вверх. Какая красная? А? Да, вот так вот. Шикарно, по-моему. Хотя, не-не-не, не шикарно, тут еще вот остались все-таки вот места, которые тоже надо красить, на самом деле. Так, красный. Выбрать вверх. Отделка, что ли, это или что это? Наверное, да. Да, это отделка. Замечательно, так гораздо лучше. Ну, нам, в принципе, в этом доме делать-то и нечего. То есть, он так, чисто, чисто, чтобы был. Что это такое? Игрушечная лошадь. Твои дети порой будут просить игрушки. Ты их старого счастливишь, отдав на ту вещь. Круто. Мужской ночной костюм, колпак. Фарфоровая кукла. Знаете, здесь есть такие две кнопки, вверх и вниз, которые, ну что намекают? Позволить Джасперу заняться отделкой всего дома с использованием мебели из твоего сражения? Нет, я Джасперу не доверяю. А, да, сейчас время установить какие-то твоих фурниту. Где бы ты хотел начать? А так я могу сам это сделать. Обменять стулья, обменять разные вещи, да, ковер. У меня просто картины были какие-то, которые я находил. Давайте куда-нибудь повесим картины. Я могу это сделать вообще? Нет? Давайте вот эту полку обменяем на что-нибудь. Она мне не нравится там. Что-то обменяем на что-то обменяем на что-то. И чё? А, понятно. Такое, если я просто хочу поменять. Совет Джаспера. Ну, тогда. Ну, в самом деле, лучшие фурнитуки уже фурнитуки этот спец. Так, а я не могу сюда позвести картину свою, нет, нет, видимо не могу Ладно, в принципе, заниматься отделкой дома я не собираюсь, особенно на серию, я не думаю, что это так интересно Давайте займёмся квестами, ох, блин, какой тут яркий свет Костюмчик, кстати, у нас реально шикарно выглядит Если бы ещё не вот эти синие вставки в центре, то было бы вообще отлично Так, ну да ладно А сколько я помню, мы делали квесты в Яснодоле, и здесь ещё их осталось больше, чем достаточно Давайте поищем ещё задание, это что у нас? Брокерская контора, а, скупщик, сюда, видимо, можно продавать вещи Ладно, я вот что, я этим как-нибудь займусь Яснодольские клинки, оружие, как они интересуют, дом усов Отличное название Стилист, платье, фру-фру, одежда Ламбард, шпилька, хотя, чтобы кто-нибудь помог им поставить Вес на доле пьесы Опа-на, это то, что нам надо Установить целью и давать телепартнерство поближе Помните, во втором фейбле был демон-страж, который просил разыграть пьесу перед ним Для этого нужны были там ещё все эмоции, помню Довольно крутой был демон-страж, мне он нравился Надеюсь, здесь что-то похожее будет Вот это, ребята Ты, кто живет в таком тумантливом эпохе Ты не гордишь за драма и эмоции Другой структурированной трагической игры? Конечно, ты не хочешь Ты хочешь избежать твоих проблем Ты хочешь быть сделанной мэри Ты хочешь быть обманутой Это не хорошо, мы никогда не согласны Ах, если только мы могли бы получить наши руки на Морли's lost play Это решить все наши проблемы Да, это сказано, чтобы присоединить советы трагедии и комедии в эксквизированной мировой форме Но, может быть, ты можешь найти это? Да, мы прошли, что театр, мюзи, сердце и сердце этого города будут благодарить тебе Ммм, найти пропавшая пьеса, найти для Ламборда и Шпильки пропавшую пьесу Награда 20 монет гильдии, печати гильдии, называйте как хотите Ладно, давай, давай найду твой пьес Классно обещается быть интересным Окей, найти Ренсома Локки И путь нас ведет в библиотеку, нет? Кажется, да Пошли, Шурик Яснодольская академия Да-да-да, мы здесь как-то были Ну, похоже, время снова вернуться сюда Опа, дверь открылась, кстати Была закрыта Морли? Он жив? Не надо со мной играть, Морли О-о Шурик Иди-ка ты вперед, проведай, что там происходит Я, пожалуй, постою тут Какого вообще черта? Там листья летают Там духи есть Давай-давай, Шурик, вперед-перед-перед Иди Так, ладно Мы принц Мы герой Мы ничего не боимся Все Ха Хорошо Откройте дверь мне назад Слушайте, а Морли это случайно? Нет, это мужик Это мужик, точно Автор это был мужиком Это не она Слушай, давай-давай-давай-давай я покину Ну, хорошо, я согласен Я покину то место Только открой мне дверь, пожалуйста Ну А могу ее выбить? Как там в безопас... Надо было безопасный режим отключить, по-моему Ладно, ладно Так Ружье мне в руки Так, тихо-тихо-тихо Не стреляй Так, что-то я сделал странное Ладно, не важно Только смерть и безумие, говорит, ждут тебя Куда, интересно, я процелился наверх Окей, я понял Я ухожу Слушай, Морли, а почему ты такой злобный? Что случилось вообще? Это ты? Нет, такой-то без Путина Окей Это его пьеса, я так понимаю, да? Не пейся Ну, знаешь Не, реально, я серьезно Ты просто меня провоцируешь на это Извини Надо было говорить Бери эту пьесу, бери Тогда бы я еще задумался Так Вау Это было Как минимум, жутко. Слушайте, ты не получаешь мою заблокировку. Слышишь? Это жарко. Больше, чем жарко. Я имею в виду, что я думал, 混евая трагедию и комедию. Я должен был у меня угроза. Шерлок? Это ты? Костюм? Дома хозяйки? Я ж принц, посмотри, как я одет. Ты о чем вообще? Я ухожу отсюда, к черту. Это дерьмо. Блин, ну квест-то, наверное, интересный, да? А знаете что? Давайте на этом закончим эту серию. Этот квест мы будем проходить уже в следующий. С вами был Кейн. Всем удачи. И пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!